всем привет вы смотрите очередной выпуск 10 news я александр главный редактор этого портала давненько я не попадал в кадр поэтому у меня есть больше одной новости чтобы рассказать что у нас случилось за последний месяц итак первое может быть не самое важное но все же для нас являющийся большим успехом это подготовка полноценной методики для тестирования принтеров и мфу и первый обзор этой тематики у нас уже был недавно опубликован надеюсь получится наладить сам процесс получения сэмплов он что оказалось чуть сложнее потому что мы находимся в днепропетровске не в киеве но если мы окончательно решим этот вопрос то ближайшее время вы бы увидите больше обзоров различных печатных устройств второе вот и но для нас наверное самое значимое не так давно мы праздновали восьмилетие проекта сначала он был естественно языком комьюэй вот и с этого года прирос в глобал из икон интернет дайджест то есть 10 ком но это не только наш праздник это еще и праздник тех кто оставался нашим читателям ну не обязательно все восемь лет но просто периодически нас читает хотя бы последние полгода это тоже ваш праздник и мы вас за это благодарим потому что благодаря вашей посещаемости точнее вашей активности которая обеспечивает посещаемость сайта а также всех социальных групп видеоканала мы существует спасибо вам следующий важный момент это усиление работы с видеоканалом более частое появление обзоров а также некоторых других видеоматериалов но анонс наиболее интересного видео это видео обзоры дайджесты и примеры геймплея которые в основном являются иллюстрации обзоров игр соответствующих вынесен и на главную страницу сайта для того чтобы все желающие не пропустили ничего интересного если же вам интересен и весь остальной контент будем очень рады вас видеть в подписчиках этого канала ну и последнее наверное все же не самое радостное потому что я хочу извиниться перед нашими читателями за то что они видят на наших страницах все больше различного вспомогательного рекламного наполнения там прайсы партнерские программы к сожалению именно благодаря этому мы пытаемся сохранить тот же самый ритм выхода новостей обзоров а теперь еще и видео что и был раньше надеюсь такой дополнительный лишний контент не отпугнет наших постоянных читателей вот и не испугаются новые посетители и станут нашими постоянными читателями что же передаю слово денису он вас познакомит с анонсом наиболее интересных новостей за последнюю неделю и сделает анонс всех обзоров оставайтесь с нами подписывайтесь на канал с нами будет интересно пока пока Состоялся официальный анонс видеокарты nvidia geforce gtx 980 ti как и предполагалось ранее новинка больше похожа на решение nvidia geforce gtx titan x чем на gtx 980 она построена на основе графического процессора nvidia gm 200 310 и содержит 2816 кудоядер базовая частота ее графического ядра увеличена до 1000 мегагерц а динамическая до 1075 свои версии данной видеокарты представили другие производители модификация от компании polit выполнена по референсному дизайну и оборудована уже привычной двухслотовой системы охлаждения на основе радиального вентилятора ее графический процессор работает по эталонной частотной схеме объем видеопамяти составляет 6 гигабайт компания zotac анонсировала сразу пять собственных версий данного графического ускорителя первая модель является полностью референсным образцом а вот остальные оказались более интересными так вариант zotac geforce gtx 980 ti amp оборудован системой охлаждения ice storm и обладает фирменным дизайном carbon exo armor максимальная частота работы gpu в данном случае составляет 1140 мегагерц версия geforce gtx 980 titan amp extreme обладает тремя вентиляторами ecofan и еще более внушительным разгоном графического ядра до 1355 мегагерц еще один адаптер gtx 980 ti arctic storm оборудован гибридной системой охлаждения следующей версии geforce gtx 980 ti стала видеокарта от компании gigabyte она выполнена по эталонной схеме и оборудована видеопамятью стандарта gddr5 объемом 6 гигабайт что работает на частоте 7010 мегагерц в качестве дополнительного бонуса видеоускоритель комплектуется фирменной утилитой для разгона и мониторинга oc guru 2 на выставке computex 2015 были представлены еще две новинки данного производителя первой из них стала материнская плата гигабайт gz 170x gaming g1 она оборудована новейшим портом usb 3.1 слотом m2 и видео выходом hdmi 2.0 вторым интересным устройством является видеокарта гигабайт geforce gtx 980 ti g1 gaming что оборудовано производительным кулером винфорс 3x появилась информация о новых материнских платах от компании эзрок первой из них стала модель z 170 extreme 7 что совместимо с процессорами серии intel sky lake на ее борту имеется 4 дим слота для установки памяти формата ddr4 две пары портов sata 6 гигабит в секунду 3 sata express и 3 ultra m2 системная плата z 170 fatality gaming к 6 ориентирована на энтузиастов компьютерных игр поэтому она оборудована сетевым контроллером qualcomm athera skiller двумя микросхемами bios и тремя слотами pc express 3.0 x16 еще одна серия игровых материнских плат gigabyte 100 была представлена в рамках выставки computers 2015 данные новинки оснащены всеми самыми передовыми интерфейсами включая usb 3.1 дисплей ford 1.2 и usb type-c имеется возможность задействовать 4 линии pc и 3.0 с общей пропускной способностью до 40 гигабит в секунду что позволяет подключать в цепочку до 12 устройств в том числе два 4к монитора анонсирован ультра компактный пк asus pen stick что работает под управлением операционной системы windows 10 устройство оснащено процессором intel cherry trail и выполнена формате флешки новинка располагает двумя гигабайтами оперативной памяти накопителем на 32 гигабайта и оснащена hdmi коннектором на боковой грани присутствуют два разъема usb 2.0 один микро юсб и аудио разъем представлен еще один мини компьютер и cs ps os в его основе лежит четырехъядерный сок процессор intel atom 2 гигабайта оперативной памяти стандарта ddr3l и ммс накопитель на 32 гигабайта на корпусе присутствует слот для карт micro sd объемом до 128 гигабайт для подключения к монитору используется интерфейс hdmi компания nvidia продолжает активно развивать технологию синхронизации изображения g-sync теперь можно активировать в оконном режиме а среди новых опций появилась поддержка разгона дисплея на выставке computex 2015 были представлены 7 новых совместимых с данной технологией мониторов от компании acer и asus с диагональю 27 до 35 дюймов также компания asus clivo gigabyte и msi анонсировали первые игровые ноутбуки с поддержкой nvidia g-sync в рамках asus sensation представлен ряд интересных устройств была анонсирована серия планшетов премиум-класса asus zenpad что обладают стильным дизайном высокой производительностью и хорошими мультимедийными возможностями новый смартфон asus zen phone selfie выделяется двумя 13 мегапиксельными камерами и двухцветной вспышкой realtone серия моноблочных пк премиум-класса asus zen ai o оборудована четырехъядерными процессорами серии intel core и оперативной памятью объемом до 32 гигабайт на своем стенде выставки computex 2015 компания gskill продемонстрировала первые образцы новой оперативной памяти trident z технические характеристики данных модулей будут анонсированы позже но оценить их необычный внешний вид можно уже сейчас обращает на себя внимание трехцветный алюминиевый радиатор что сочетает разные элементы дизайна еще данный производитель представил новую линейку блоков питания gskill rip juice в нее входят две модели мощностью 750 и 850 ватт что обладает сертификатом 80 plus gold еще две новинки имеют мощность 850 и 1250 ватт соответственно и отмечены сертификатом 80 plus platinum все источники питания обладают модульной системой подключения кабелей и качественной системой охлаждения два оригинальных айти x корпуса показала компания deep cool первый выполнен из металла с отделкой из углеродного волокна его особенностью является то что видеокарта в нем размещена наверху специальном прозрачном отсеке второй корпус обладает оригинальной кубической формой и предназначен для мини айти x материнских плат его внутреннее пространство разделено перегородками на четыре части среди новинной компании fractal design можно выделить следующие в первую очередь это компактный корпус но 202 что поставляется вместе с блоком питания интегра с фикс 450 ватт он отлично подойдет для сборки мощной игровой системы на основе материнской платы формата мини айти x корпус fractal design core 500 использует немного другой формат и его объем почти в два раза больше это позволяет установить до 6 накопителей различных форм-факторов еще на нашем портале можно ознакомиться с новыми обзорами комплектующих и мобильных гаджетов 1 июня появился материал посвященный материнской плате gigabyte j 78 l mt usb 3 она выполнена в компактном формате micro tx и обладает встроенной графической подсистемой amd radeon hd 3000 среди других ее достоинств можно выделить две микросхемы bios наличие интерфейсов usb 3.0 и трех видео выходов 2 июня появился обзор блока питания big white straight power 10 600 ватт cm новинка обладает высоким уровнем кпд и соответствует стандарту 80 plus gold имеется выделенный канал 12 вольт различные виды защиты и раздельная система стабилизации питания среди других достоинств блока питания можно назвать модульную систему подключения основных кабелей и пятилетнюю гарантию от производителя на следующий день был опубликован обзор игровой клавиатуры speedlink партика она обладает оригинальным дизайном хорошим качеством сборки и оборудована удобной подставкой для ладоней клавиатура имеет приятную светодиодную подсветку поддержку функции кирова и быстрый доступ к настройкам подсветки через кнопку function 4 июня появился отчет о тестировании материнской платы asus h81 m key она выполнена формате micro tx и основана на чипсете intel h81 к ее достоинствам относится наличие интерфейсов sata 6 гигабит в секунду и usb 3.0 компактные габариты и приятный дизайн на интерфейсной панели имеется хороший набор разъемов dvide d sub и ps на 2 следующем был опубликован обзор новой акустической системы компании сайз несмотря на то что она обладает сравнительно невысокой мощностью для небольшой комнаты таких колонок будет более чем достаточно акустика может похвастаться неплохими басами и общем хорошим качеством звучания среди других ее достоинств можно выделить высокое качество сборки и отличный комплект поставки 6 июня мы представили обзор материнской платы asus b85 m gamer она входит в игровую серию и оборудована надежной цифровой подсистемой питания dg plus vrm на ее борту имеется гигабитный сетевой контроллер компании intel и качественная звуковая подсистема supreme fx несмотря на использование чипсета intel b85 новинка обладает хорошими возможностями по разгону на следующий день было опубликовано два новых материала первым из них стал обзор айпи камеры compro tn95w достоинством данного устройства относится поддержка съемки в разрешении 720p широкий угол обзора встроенный громкоговоритель режим ночной съемки и поддержка wi-fi соединения отдельного внимания заслуживает удобное программное обеспечение c4home сразу после этого была представлена подборка новинок программного обеспечения для операционной системы windows в данном списке можно выделить новой версии утилит msi afterburner cpu-z и memtest 86 также обновился браузер макстон программа teamviewer и клиент вайбер на этом все такими были новости прошедшей недели спасибо что с нами и до следующего выпуска